Президент в своих программных выступлениях системно и последовательно уделяет особое внимание верховенству права. И такие важные вопросы, связанные с новыми видами транспорта, как электросамокаты, отношения к которым в обществе неоднозначные, даже, можно сказать, уже нетерпимые, вследствие большого количества дорожно-транспортных происшествий, необходимо решать. Несущиеся на большой скорости по велосипедным дорожкам, тротуарам, по проезжей части дороги, беззвучные, неустойчивые в управлении – все это приводит к опасности жизни и здоровью граждан. Поэтому необходимо лицензирование их деятельности, установление четкой юридической, административной, уголовной, гражданской ответственности. Этой сфере общественных отношений нужно уделять должное внимание, и государство должно обеспечить соблюдение конституционных прав каждого гражданина. Здравствуйте! Это программа «По закону» с Маратом Башимовым. Марат Башимов – известный юрист и общественник, директор экспертного института европейского права и прав человека, заместитель председателя экспертного совета комиссии по правам человека при президенте Республики Казахстан, член комиссии по правам человека при президенте Республики Казахстан, председатель комиссии по помилованию при президенте Республики Казахстан. На сегодняшний день в республике разрабатывают правила и стандарты для эксплуатации электросамокатов, так как ими регулярно нарушаются правила дорожного движения. Как правило, на них ездят подростки и граждане до 40 лет. Иногда на самокатах передвигаются по несколько человек, и больше всего дорожно-транспортных происшествий приходится на Алматы. Полиция разрешает ездить им по велосипедным дорожкам, по полосе общественного транспорта, а также по правому краю проезжей части. Но, как мы видим, электросамокатчики бешено летают и по тротуарам, при этом сбивая пешеходов. Интенсивное развитие мегаполисов, которые в будущем должны стать новыми точками экономического роста в республике, накладывает неизгладимый отпечаток на развитие городской инфраструктуры. Параллельно с неизбежным ростом числа городского населения увеличивается количество транспорта. А вместе с ним растет и нагрузка на дорогу и время, которое человек затрачивает, чтобы условно добраться из точки А в точку Б. Чтобы сократить часы утомительного пребывания в пробках, многие делают выбор в пользу мобильных средств передвижения – велосипедов и самокатов. Вот я водитель-профессионал. Стаж мой уже более 10 лет. Когда 5 лет назад мои бизнес-партнеры приобрели из Китая, привезли сюда первые электрические самокаты, я сначала подумал, что это за штука такая для подростков. Проехавшись на этом транспортном средстве до дома и обратно, первый же вопрос мой был к моим партнерам – сколько это стоит? С этих пор я на машину садился лишь только два раза. Больше я на машине не передвигаюсь. Это транспорт невероятно комфортный, невероятно удобный. Одно из самых главных качеств – это аппарат отличный антидепрессант. Как бы у вас плохо не начался утренний день, или как бы плохо не закончился рабочий день, когда встаешь на него и едешь до дома, это прям невероятное такое чувство очищения, что ты набираешься энергии, ты дышишь воздухом, ты не стоишь в этих пробках, ты не боишься попасть в аварию, имеется в виду на дорогах общего пользования. У меня опыт уже на них езды 5 лет. Мобильность, оперативность и возможность планировать время в пути – пожалуй, главные достоинства самоката, говорят пользователи. Но с активным развитием сервисов по прокату электрических транспортных средств, которые сделали их доступными для абсолютного большинства, остро встал вопрос о безопасности этого вида транспорта. Я хочу сказать, что для городской среды это идеальный транспорт. На наших дорогах есть много участников, которые совершенно не знают правила дорожного движения. Я по большей степени имею в виду велосипедистов, самокатчиков, моноколесников, да и, в принципе, всех, кто передвигается по дорогам общего пользования. Лично мое мнение и представление, что каждый участник дорожного движения по автомобильным дорогам, он должен знать ПДД. Соответственно, он должен пройти школу и, соответственно, получить документ о знании ПДД. Это не только должно относиться к электросамокатам, это должно относиться даже к велосипедистам. И вот у нас мопеды же едут до 50 кубиков, им не надо права. А как так? Не надо. Вы находитесь на дороге общего пользования автомобильным. Там повышенная идет опасность. Ранее в Министерстве внутренних дел Казахстана планировали до конца года принять поправки в законодательство по регулированию движения электросамокатов. Процедура не быстрая, потому что требования нужно еще согласовать с общественностью и госорганами. А пока в республике с 1 июля вступил в силу национальный стандарт, устанавливающий технические характеристики электросамокатов. Стандарт, который выкладывали, он, скажем так, не совсем подробный. Он больше подходит для прокатных электросамокатов, а для тех электросамокатов, которые у нас покупают люди для себя, он в целом не подходит. Плюс он несет рекомендательный характер. То есть он ни к чему не обязывает и просто есть. В нем прописано, что электросамокат должен двигаться 25 км в час, не должен иметь сидушку, должны иметь осветительные приборы и нельзя увеличивать его скорость путем внесения технических изменений. Очень много нюансов, и этот стандарт, он больше похож на черновик, Электросамокат – это не только удобно, но и экологично. В больших городах без них не обойтись. Поэтому не стоит зацикливаться на процессе стандартизации или сертификации этих транспортных средств, уверены эксперты. Акцент нужно делать на конкретные требования и правила эксплуатации. Если у человека нет прав, ему на дороге делать нечего. Нужно в целом создать термин «средство индивидуальной мобильности», к которым будут относиться все малые транспортные средства, даже независимые, будут они электрические, не электрические, которые будут знать правила и которые будут отвечать в случае нарушения этих правил. Причем самым образом, да, как автомобилист, если он проехал на красный свет, соответственно, он отвечает как автомобилист. Он платит штраф, если он пересекает двойную сплошную или пьяный за рулем, он должен за это отвечать. Мы должны подойти к этому вопросу очень четко и ответственно. Если мы хотим, чтобы у нас на дорогах был порядок, у нас каждый участник должен соблюдать правила. По мнению некоторых экспертов, юристов, электросамокат нельзя допускать к движению на дорогах, так как у него нет поворотников, фары, необходимой тормозной системы и механизмов звукового сигнала. Максимальная скорость электрических самокатов не должна превышать 20 км в час. Они должны иметь пешеходный режим с ограничением скорости не более 5 км в час. Должен быть предусмотрен отличительный и видимый предупредительный световой сигнал, указывающий водителю и другим лицам, находящимся поблизости, о том, что самокат находится в пешеходном режиме. Поэтому депутатам парламента следует законодательно закрепить правовой статус тех, кто ездит на самокатах и ответить на вопрос, является ли это транспортным средством или нет. Заканчивая, хотелось бы отметить, что эта сфера общественных отношений должна быть быстро урегулирована. Надеемся, что после разработки стандарта и внесения соответствующих изменений в законодательство ситуация с дорожно-транспортными происшествиями с участием электросамокатов улучшится и будет меньше трагедии. Во главе угла права граждан, общественные интересы. И это соответствует тем реформам, которые проносил Касимжамар Тукаев и которые мы с вами реализовываем в нашей стране. С вами был Марат Башимов. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова